Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодняшнее мое утро началось достаточно поздно, все потому, что я до 4 ночи не могла уснуть. Каждый вечер перед сном я обязательно смотрю бьюти-блогеров, и в частности, обычно это проект Project Pen. И вот вчера ночью, когда я смотрела этот проект одного блогера, я обнаружила, что у нее есть помада точно-точно такая же, как и у меня. И вдруг меня осенило, что эту помаду я уже давненько не видела в своей коллекции. Я решила ее поискать, не нашла, потом решила перебрать все сумки, которые у меня есть, и там ее тоже не было. Обратно вернулась к своему комоду и обнаружила, что у меня нету аж двух помад. Еще одной моей любимой помады также нет. Казалось бы, мелочь, нет помады, куплю еще одну такую. Но помните, во влоге я вам ее показывала, это помада от Maybelline в 142 оттенке, такой нету нигде, я ее еле нашла. И гонялась за ней, наверное, года два где-то. В принципе, можно было просто смириться, лечь спать и уже на следующий день поискать. Но потерялась-потерялась, есть очень много аналогов, у меня очень много помад. Но почему-то, как только я ложилась спать, как только мое тело принимало горизонтальное положение, так сразу в моей голове появлялись новые идеи, где она может быть. Потом я вставала, начинала искать, как у Нати по дому. Время уже было 3-4, я ее никак не могла найти. Я начала у себя в голове анализировать, когда последний раз я видела эту помаду. Я вспомнила, что я красилась ею, когда виделась с подружкой. В тот день я снимала влог. Это было где-то 2 недели назад, я нашла этот влог, пересмотрела его, посмотрела, в чем же я была и какая сумка у меня была с собой. Нашла эту сумку, перебрала, там помады не оказалось. Затем я решила найти одежду, в которой я была, и тоже полазила по карманам, и там ее тоже не было. Возможно, мое поведение вам покажется странным, хотя так оно и есть, я никак не могла уснуть. Взяла в руки фонарик от телефона и пошла в последнюю комнату, в мамину, где мама спала. Я свет решила не включать, а просто с фонариком поискать. Мама тут резко проснулась, подумала, что нас пытаются ограбить. Пока она меня не ударила дубинкой, я ей говорю, мама, это я, я просто ищу помаду. Мама говорит, время 4 часа ночи, какая помада, ты вообще в себе, ты, видимо, лунатишь. Опять я говорю, нет, я никак не могу найти свою помаду. Ну, в общем, история была очень длинная, я вкратце вам расскажу. Короче, я не нашла помаду, хотя обыскала весь дом. Не знаю, куда она делась и как я ее умудрилась посеять. Даже понятия не имею, но я очень не люблю что-то терять. Хотя у меня вечный бардак, вы это прекрасно знаете. Все равно всегда мне обидно, когда у меня что-то теряется, особенно когда что-то любимое. Пока у меня здесь загружаются видео, хочу вам показать покупочки свои. Ну, такие, знаете, по мелочевке. В инстаграме увидела, что в магазинах новогодние скидки. Побежала, оказывается, много чего, что было в наличии, уже закончилось. В общем, немножко опоздала. Но все равно кое-что купить мне удалось. Это две помады от Evelyn в оттенке 430. Там были и другие оттенки, но мне больше всего понравился этот оттенок. Один взяла себе, другой мамочке. Цвет, конечно, невероятно красивый. Еще плюс купила со скидкой. Очень классная текстура. Если вы тоже увидите, обязательно возьмите себе. Хотя у меня помады, если честно, дофига. Мне все пользоваться и пользоваться, но не удержалась. Очень уж понравился мне оттенок. Классная текстура. В общем, советую. На скидках было очень много красных, неносибельных оттенков. Я такими не пользуюсь, поэтому брать не стала. И взяла два таких одинаковых. Маме, кстати, тоже очень понравилась эта помада. Стики здесь достаточно много. Но, несмотря на это, мне хочется купить еще пару помад. А все это связано с тем, что я хотела еще себе пару тональных взять. И прямо передо мной девушку купила 7 тональных. В одном и том же оттенке, в котором хотела я. И уже больше не осталось. Я не смогла купить. Если бы я пришла на полчаса раньше, или даже минут на 15 раньше, я бы смогла урвать. Но не получилось. Но ничего, в следующий раз Айка будет пошустрее и сразу возьмет 10 штук. Все купит сразу. Я уж такой хомячок, вы меня знаете. Еще взяла два таких крема для рук корейских. Они, кстати, были в наличии. Там было их очень много. Но я решила взять только два. На пробу посмотрим, понравится или нет. Потом уже думать, стоит ли дальше брать. Один маме, другой мне. Один я вскрыла. Уже вчера вечером пользовалась. И, ну, крем как крем. Мне он понравился. Еще решила взять слайдеры. Но они уже без скидок. На скидке были совершенно неинтересные какие-то слайдеры. Непонятные узоры. Мне они не понравились. Я решила взять вот такие с мороженными, с пироженными. Как это аппетитно все смотрится. И в следующий раз буду делать гелевое покрытие с чем-то таким интересным. Обожаю я вот на такие вещи деньги тратить. Для ногтей какие-то дизайны. В общем, это водные наклейки. Здесь очень много. И вот такой вот листок стоил 1 монат 50 копеек. Всего-то навсего. А сколько здесь всего? Это прям на год хватит. Я один такой листок покупала 2 года назад. До сих пор он у меня. Еще плюс я сперва наделилась. В общем, долговечная штука. Вот так вот помада смотрится на губах. Не знаю, как вам. Мне очень нравится цвет. И причем, знаете, не супер такая она жирная текстура. И не сухая. Очень круто. Цвет как будто немножко светлее, чем на губах. Я сейчас хочу немножко поработать. Моя проблема в том, что не закончив одну коллекцию, я начинаю делать вторую. Эта коллекция у меня еще не закончена. Она будет называться обои на телефоны. Вот такие у нас телефончики здесь. Это Motorola. В общем, увидите в ближайшее время. Классная коллекция должна получиться. И это не скажу, как называется эта коллекция. Но тоже очень интересная. И обе они наполовину просто. Сейчас хочу немножко порисовать. Кто давненько подписан на мой канал, тот в курсе, что раньше я рисовала, показывала это вам. И рассказывала истории подписчиков. Вот сейчас этот момент видеовлога мне как раз таки напоминает эти дни, когда я снимала подобный формат видео. И, кстати, немножко даже соскучилась по этим видео. Сейчас как раз таки читаю комментарии под последним мукбанком. И там очень много недовольных в связи с тем, что последние 4 дня не было мукбанков и влогов. Признаюсь, действительно, эти 4 дня я ничего не снимала. Но зато я рисовала бумажные сюрпризы и сделала несколько уже готовых коллекций. Сегодня тоже у меня было невероятное вдохновение рисовать. Но мы сегодня должны встретиться с подружкой. Поэтому долго рисовать мне сегодня не удалось. В процессе рисования обязательно на фоне у меня что-то из YouTube. Обычно это какая-то криминальная хроника по следу маньяка. Я смотрю, мне очень нравятся эти все видео. Но я уже, к сожалению, пересмотрела абсолютно все. Дом 2 тоже в последнее время совершенно не интересен. Не знаю, чего добиваются организаторы. Убирают всех самых интересных топовых участников. Оставляют какой-то тухляк. И вообще становится неинтересно смотреть. Я вообще всегда Дом 2 смотрю с периодичностью. Когда там есть действительно интересные участники, я начинаю смотреть. Как только их убирают, становится неинтересно. Я перестаю смотреть этот проект. Кстати, обязательно пишите в комментариях, что вы смотрите. И вообще посоветуйте передачи, которые можно смотреть на фоне. Например, я люблю смотреть Дудя. Я обожаю его интервью. Это реально очень интересно. Но выпуски выходят очень редко. А мне нужен материал каждый день. Или, возможно, вы посоветуете какие-то интересные сериалы. Вы знаете, какой я домосед. И всегда я пропускаю эту новогоднюю ярмарку. Хотя каждый год планирую вам поснимать и показать, как у нас круто оформляют все к Новому году. Здесь царит невероятная новогодняя атмосфера. Но также здесь очень много людей. И нормально прогуляться здесь просто не получится. И здесь не только еда, но и парфюмерия, косметика. Да все, что угодно продают на этой ярмарке гораздо дешевле, чем везде. Вот сейчас монтирую этот влог и понимаю, надо было сфоткаться в этой прекрасной атмосфере новогодней. Но мы решили заглянуть немножко по магазинам. Немножко пошопиться. Решили зайти в Зару. Здесь было очень много людей, потому что здесь скидки. Мне никогда не нравились джинсы в Заре. Но они сейчас, кстати, на скидке. Кто любит, обязательно идите, берите. Мне, честно, в этот раз ничего не приглянулось. Кстати, моя подруга отговаривала меня покупать куртку по полной цене. Потому что скоро будут скидки. Я вот обратила внимание, что моей куртки не осталось просто ни одной. Ни одного размера не было. Поэтому какие-то позиции лучше сразу покупать по полной стоимости. Потому что во время скидок их вы просто можете не найти. Особо много я снимать в этот день не стала. Хотя надо было. Мы решили посидеть, покушать. Я очень долго листала меню. Как я люблю меню с фотографиями. Хотя многие говорят, типа, это прошлый век. Я люблю, когда наглядно видно, что же я заказываю и в каком виде это прибудет. Это, конечно, для меня огромный лично плюс. Вот такой вот напиток заказала я с малиной. Хотя, по-моему, в меню было немножко по-другому. Но да ладно, все смотрелось классно. А подружка взяла вот такой вот напиток. И мы сели кушать. Я, к сожалению, концовку этого влога вам не засняла. Поэтому на этом этапе вынуждена с вами попрощаться. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.